Утепленные куртки и ватные штаны, спецодежда для работы в условиях, когда в помещении не намного теплее, чем на улице. В Лисихе строят новый детский сад на 220 мест. Низкие температуры создают определенные трудности. Не всеми видами отделки в такой холод можно заниматься. Приходится это учитывать. Только внутренние, то местные, нагреваемые комнаты, штукатурим, шпаклюем, потихонечку идем. Комнатки, комнатки. Но я думаю, что все будет хорошо. Все будет вовремя. Проектом предусмотрены бассейны, даже лаборатории анализа воды. Здание будет оборудовано для маломобильных групп населения. Сегодня на объекте проводит выездное совещание мэра Иркутска Дмитрия Бердникова. В главе областного центра докладывают, несмотря на то, что Иркутск выполнил указ президента по обеспечению детей местами в дошкольных учреждениях, темпы строительства в городе снижены не будут. В планах на этот год сдать четыре новых детских сада и перевести на баланс муниципалитета еще три, которые сейчас принадлежат российским железным дорогам. Таким образом, дополнительно будет создано больше двух тысяч мест. Тот вопрос, который всех волнует, в первую очередь будут конфликтоваться дети, которые сейчас вот в таких стесненных условиях, кроме очередников. Поэтому здесь уже уплотненной группы и очередников не будет. На строительство социальных объектов не повлияет и кризис, говорит Дмитрий Бердников. Все, что запланировано, будет сдано точно в срок. Только в Лесихе район сейчас активно развивается за счет возведения нового жилья. Появится еще один детский сад, физкультурно-оздоровительный комплекс и поликлиника. По-моему, всего прочего, заложенные деньги, мы приступаем к проективной реконструкции и строительству верхней набережной. У меня тоже очень большой будет проект, связанный с этим районом. Вещи, они все друг с другом связаны. Инфраструктурно, архитектурно, все взаимосвязанные вещи. Поэтому район будет развиваться комплексно. То, что и требуется, в принципе, давно, о чем мы говорили. Это будет комплексное развитие района от Плотины до бульвара Гагарина включительно. Этот же детский сад, согласно контракту, должен быть сдан в августе. Однако строители идут с опережением срока и намерены закончить объект в июне. Сделать городу подарок к 355-му дню рождения. Галина Тернева, Константин Синицын. Новости сейчас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова